Продолжение следует... Как его можно разворачивать в такой сетевой инструкструктуре. И мы еще сравним по лицензиям и сравнение с тем, что было раньше о его возможностях. Ну и, соответственно, продемонстрируем. Данный сервер у нас уже развернут в нашей демонстрационной зоне. И мы в лице меня хотим это показать, его настройки. В частности, опять же, немножко. Время у нас немного всего. Час выделено на это. Я думаю, мы все успеем. Поотвечаю на вопросы в чате. Тема, я думаю, будет интересная. То, что Ялинк сделал новое в этом году. И давайте приступать непосредственно. Начнем с того, что, собственно, из себя представляет данное решение. Его основных возможностей. Ну, во-первых, Ялинк Митинг сервер, так же, как его предыдущий аналог ВМС второй версии, это программный сервер для проведения видеоконференц-связи. Причем он, скажем так, модульный. То есть, это один программный сервер. То есть, не нужно делать, не обязательно делать два, там, три машины выделять физически, либо виртуальные для его работы. Все может работать на одном, скажем так, на одной виртуальной машине, либо на одном железе. Собственно, какие протоколы или участники могут быть зарегистрированы, в том числе на сервере, или подключаться к проводимым видеоконференц-связям? Ну, во-первых, это протокол WebRTC, наверное, который сейчас самый популярный, объективно, во всех видеоконференц-связях, когда мы можем просто по ссылке присоединиться, собственно, как вот сейчас и вебинар у нас проходит, из браузера. Также есть поддержка протоколов CIP-H3.2.3, которые используются для терминалов аппаратных из переговорных комнат. Очень удобно, что не требуется наличие персонального компьютера. То есть, это обычно самодостаточные такие устройства, где вы с пульта ДУ всем управляете. Причем для терминалов Heolink предусмотрена глубокая интеграция, о которой мы чуть-чуть позднее поговорим. Но не только с терминалами Heolink сервер работает, также работает и со сторонними терминалами по CIP-H3.2.3, Cisco, Poly, Huawei, Ampaya, ну, и в том числе и Vintel. Терминалы тоже успешно работают с Heolink Meeting сервером. Из главных новинок, что прям вот принципиально его отвечает от предыдущей версии, это появление и поддержка архитектуры SVC. Мы о ней подробнее на следующем слайде поговорим. Также сервер можно интегрировать с телефонными станциями для того, чтобы, например, с группового терминала можно было совершить звонок на городскую либо мобильную телефонную линию. Или вызвать не в саму переговорную комнату человека из другого помещения, а, например, просто позвонив ему по короткому номеру на его короткий номер телефона. Ну, и голосом задать его интересующий вопрос. Также осталась поддержка, что и она относится к глубокой интеграции с терминалами Heolink, что при регистрации терминала Heolink на сервере автоматически загружается записная книга на терминал Heolink. Также есть возможность синхронизации с Active Directory, и чтобы не вручную добавлять абонентов, а вытягивать их из AD. Хотел еще обратить внимание, что в MS 4-й версии научился проводить полноценные вебинары, что не умел делать в MS 2-й версии. На 2-й версии условно можно было бы сказать, что да, это тоже работало, но там это называлось как обучение. На вебинары это, мягко говоря, мало подходилось. Конечно, ряд функционал не такой глубокий, как у профессиональных или профилированных именно на вебинарные платформы, но он тоже может выполнять свои основные задачи. И также появилось, многие это просили еще у второй версии, но появилось только у четвертой версии, это возможность использования Heolink Room Panel. Это 8-ми и 10-дюймовые панели сенсорные с LED-индикаторами, которые вешаются перед переговорными комнатами, обычно перед входом, рядом с дверью, которые показывают состояние занятости переговорной комнаты. Теперь эти панели можно не только с Teams и Zoom использовать, но напрямую с сервером WMS 4-й и будет, соответственно, с сервера загружаться. Прижайшие события, в которых используется данная переговорная комната, синхронизироваться с терминалом VKS, который используется в этой переговорной комнате. Очень удобная вещь, причем она работает даже без синхронизации с календарной системой. Ну, например, там, Exchange, как вариант. Давайте поговорим по архитектуру. WMS 2-й версии работал только на архитектуре AVC. Что это такое? Это когда сервер от каждого из участников получает потоки и декодирует их, микширует и высылает обратно к каждому из участников. Получается, что все участники видят одинаковую картинку. На стороне участника, во-первых, минимальная нагрузка на канал, потому что он всего отдает один поток и принимает один поток. Но сам с этой раскладкой или с изображением, которое он получает от сервера, он ничего не может сделать. Здесь, скажем так, есть и преимущество с тем, что на его железо, скажем так, на его компьютер возложены минимальные нагрузки. Но вся нагрузка ложится на серверную часть. Серверная часть обычно в этих случаях очень большая, мощная и условно дорогая. То SVC работает кардинально по-другому. Сервер в этом случае не смешивает потоки, не кодирует их и не декодирует. Он их просто пересылает между всеми участниками конференции. Поэтому основная нагрузка здесь уже ложится на непосредственно самих участников. То есть они получают каждый поток от участника, можно сделать практически свою собственную раскладку. Типичный представитель — это тот же самый Zoom, где вы можете закреплять видео от участника. То есть, например, выступает у вас один определенный участник. Вы взяли, вам неинтересно на него условно смотреть, взяли, закрепили себе изображение от директора. И выступает один участник, а вы видите все равно только генерального на большом экране. И из-за того, что у вас конечное устройство принимает много потоков, а не один всего от сервера, возрастает на него нагрузка и по полосе пропускания. Если у него слабый, плохой канал, то, скорее всего, у него либо будет страдать качество, возможно, не только будет качество занижаться, но и кадры в секунду пропадать. И вообще сам видеоэкспириенс будет ухудшаться в любом случае. В MS, четвертой версии, для пользователей WebRTC, для своих программных клиентов, он использует технологию SVC. И AVC она используется для работы с аппаратными терминалами по протоколу SIP и H323. По возможностям проведения видеоконференц-связи. Хотелось поговорить о качестве видео. То сам сервер поддерживает проведение видеоконференц-связи с разрешением до 4К. Если мы говорим о разрешении 4К, то максимальное кадрирование, в плане FPS, это 30 кадров. А для разрешений Full HD 1080 и HD 720 доступно количество кадров до 60. Причем, хотел бы отметить, что программные клиенты, ну это, получается, пользователи WebRTC, или программные клиенты, свои собственные, в ЮМИ, про которые мы чуть попозже еще тоже поговорим, у них заложено то, что самая программная часть, ей доступно только разрешение 1080p. То есть на ней никак не получится получить разрешение до 4К. 4К доступно только для аппаратных терминалов. Собственно, это, по факту, для пользователей аппаратных SIP и H323. Хотел бы еще сказать по поводу продолжительных, по потерям. В MS второй версии тоже было заявлено, что он хорошо работал с слабыми каналами, либо каналами, у которых есть потери. Собственно, мы неоднократно об этом тоже убеждались, в виде обратной связи от клиентов. И хотел бы сказать, что, наверное, как-то проверить это самостоятельно не получится, что там положительные потери, там до 60 мгновенным, до 35 процентов. Но это зачастую достигается при использовании, например, со своими собственными программными либо аппаратными терминалами, потому что, ну, мановендорное решение, оно постабильнее, чем, скажем так, с разным, или, например, с тем же самым WebRTC подключением. По поводу аудио могу сказать, что это достигается при использовании специального аудиокодека ARES, который я линк разработал. И вот как раз-таки там до 80-40 процентов это достигается с его использованием. Про программный клиент. Сам программный клиент. Называется он UMI. Сейчас я после небольшой справки вам его покажу. Он устанавливается и может работать под операционной системой Windows и macOS. Это для компьютеров. А смартфоны, поддерживаемые операционной системой, это Android и iOS. Наверное, забегу вперед и скажу сразу, это как спойлер, что мы я линку предоставляли информацию о большой, высокой потребности на нашем рынке использования Linux-платформы. Я линк нас услышал и сказал, что будет рассматривать это решение, будет вести разработки. Скорее всего, это будет на операционной системе Astra Linux. Но, к сожалению, сроков я вам не могу назвать, но я линк работает в этом направлении. Приложение UMI позволяет не только присоединяться в видеоконференциях, также с него можно непосредственно планировать к какому-то времени по записной книге приглашать участников. Если это какой-то сторонний участник, который не является сотрудником компании, то можно в качестве приглашения указать его в электронную почту. И по электронной почте ему придет письмо со способом присоединения к ней. Можно проводить быстрые конференции, это когда надо сию минуту, не через час, не через день, а прямо сейчас всех собрать быстро и подсоединить к конференции. Также из интересного есть возможность самого приложения демонстрировать контент, например, на Meeting Board 65. Вы можете заметить вправо сверху на картиночке есть кнопка «Демонстрация». Нажимая на нее, вам либо будет предложено ввести ID конференции, либо ID фактически терминала. Нажимая на кнопку «Casting key» на Meeting Board, вы увидите код, введя который вы сможете по факту напрямую с приложения UMI отправлять видеоконтент на Meeting Board. По поводу кастомизации. Раньше этого не было в программном клиенте VMS 2. Можно, во-первых, сделать наконец-то размытие фона, чтобы не было лишнего видно сзади вами сидящего, если вы работаете, например, из дома. Можно картиночки, опять же, фоновые, например, вот здесь классная, наверное, будет самая популярная, это вот на диване. Вы сидите, работаете на диване. Либо можно свою собственную туда загрузить. Также есть кнопка, помогающая улучшить качество передаемого видео, если у вас слабое освещение. И можно подправлять свой внешний вид. Если выходные были тяжелые, ну, фактически там, да, как это, как в фотошопе, такое заблюривание для вас. Ну, я это сейчас продемонстрирую. Я вижу, в чате есть движение по поводу AVC и SVC. Тут, кстати, у нас в чате представитель инженера компании Eolink, Сани. Можете его поприветствовать. Поправляет меня по поводу AVC и SVC. Скорее всего, я тут, да, наверное, не до конца раскрыл эту тему по поводу того, что AVC и SVC – это в рамках метод кодирования 264-го видеокодека. Ну, надеюсь, в общем-то, так я дал внимание, что это такое и как это работает. Давайте я сейчас переключусь и покажу, собственно, сам программный клиент. Вот, надеюсь, вы видите, коллеги. И, собственно, так и выглядит программный клиент. Он сильно поменялся по сравнению с VMS во второй версии, где, собственно, вы можете увидеть кнопку быстрого подсоединения конференции, которая уже идет, где нам надо будет просто ввести номер конференции и нажать кнопку «Присоединиться». Это быстрая конференция, планирование конференции, где можете время указать, повторяемость, выбрать переговорную комнату, сделать настройки, использовать комнату ожидания, кто может присоединиться. Это будет либо конференция, либо это будет вебинар. То есть все основное. Кнопка вот «Демонстрации контента». Здесь вы можете либо уже ID конференции текущей ввести, и получается, вы будете как участник этой конференции, но вы будете только демонстрировать свой контент. Например, это может помочь не использовать в переговорной комнате с терминалом e-Link, например, WP20, либо WPP30. Либо, например, если в этой переговорной сторонний терминал, вы хотите беспроводным способом шарить контент, а используется e-Link Meeting сервер четвертой версии, то такой функционал тоже можно использовать. Я это тестировал на своей стороне. Опять же, по ощущениям, качество видео и по стабильности, конечно, WP20 и WP30 сильно выигрывают в этом плане, картинка четче. Возможно, это было связано с общими настройками на сервере, что они были там ограничены 720. Но, опять же, разнообразие это только в плюс. Записная книга выглядит следующим образом. На своем тестовом сервере я здесь вводил, можно как русские, так и английские символы использовать, добавлять контакты отсюда в избранные. Также будет видно статус абонента в сети, не в сети, в разговоре он. Опять же, люди от терминалов, они разделены, там как с мухи с котлетами никак не связаны. И вот самое интересное, во-первых, я не помню, сказал или нет, есть поддержка русского языка сразу. Есть светлые и темные темы. Мне лично темные побольше понравятся. И, например, вот с виртуализацией. У меня здесь просто вторая камера, UFC 20. Вы, собственно, сейчас ее видите здесь. И можно, например, я на диване, я у доски. Ну, такие основные картиночки симпатичные, они есть. Также здесь вы делаете настройки своей конференции. У каждого из сотрудников есть возможность проводить свои конференции. И он может каждую конференцию отсюда настраивать. Либо из личного кабинета. Можно нажать сюда, и вас выкинет в админскую, ну, не в админскую часть, а, скажем так, в свой личный кабинет в браузере, скажем так. Там будет чуть больше настроек сделано. Доступно, точнее. И также есть возможность настроить шумоподавление, эхоподавление. Возможность теста провести. И вот как раз-таки в настройках видео можно включить вплоть до, скажем так, более высокой качестве видео от себя. Но здесь есть пометки, что если у вас будут потери на линии, либо компьютер не будет справляться, то не факт, что эта функция, скажем так, заработает. Ну, и кнопка с низкой освещенностью. Наверное, что касается самого приложения, наверное, на этом все. Давайте я посмотрю чат, может, есть какие-то вопросы, и мы тогда перейдем к следующей теме. Вот, вижу вопрос от Вадима. Решение SVC разных производителей совместимое, старые терминалы VKS могут поддерживать SVC? Заявлено только при использовании с терминалами Ялинк. Причем это будет Ялинк линейки Meeting.ai. Линейка VC не поддерживает SVC и будет работать по AVC. Сергей. Данное приложение работает только сервером 4-й версии? Да, совершенно верно. Это приложение специально разработано для OMS 4-й версии. Коллеги, я увидел про настройки. Секунду. Сейчас перезапущу. Видимо, там открылось как второе окно, и вы это не видели. Тогда придется сделать это как весь экран. Вот так вот сделаем, и вы должны видеть. Единственное, что я придется поиграться с чатом. Да, здесь, конечно, это так будет не очень удобно, но когда придется так сделать, чтобы я хотя бы тогда вас видел. Давайте тогда еще раз повторим, потому что вы не видели. Это возможность делать светлые, темные темы. Выбор языка, доступных из трех китайских, английский и русский. Это сразу доступно, условно, из коробки. Русский язык, он уже сразу есть. Возможность сделать настройки своих собственных конференций. У каждого пользователя, авторизованного, у кого есть учетка, есть возможность. Как раз если мы используем там быстрые конференции, то настройки, сделанные здесь, будут применяться автоматически к своим быстрым конференциям. В том числе приложение поддерживает работу с двумя экранами. То есть на одном экране, как с терминалом VPS, будет говорящая головы, на втором экране у вас будет контент. По поводу видео. Оставлю вам просто посмотреть, и заодно посмотрю чат. Денис спрашивает, запись конференции в облако или локально? Если вы модератор конференции, то у вас, давайте это я тоже продемонстрирую, во-первых, как это выглядит во время конференции. Сейчас сделаю быструю конференцию. Во-первых, что я хотела обратить ваше внимание, что интерфейс очень похож на интерфейс Zoom. То есть те пользователи, которые активно пользовались Zoom, для них никаких проблем участия в видеоконференции не будет. Если вы модератор конференции, у вас есть соответствующие права, вы можете выбрать, у вас будет облачная запись или локальная запись. По факту оба варианта. Если на сервер не были приобретены, опять же, мы сейчас немножко забегаем вперед про лицензирование. Если лицензии на запись не было на сервере, то, соответственно, облачная запись, в основном, конечно, тут не облако, это, наверное, серверная запись было правильно называть, не будет доступна. Марат спрашивает, как получить документацию к новой версии. Можете написать нам на почту по пресейлам через менеджера, как, например, и мы вам это все предоставим. Также ее можно найти на официальном сайте Ялинк. Описательная часть у нас уже есть на нашем сайте, на сайте opimatic.ru, но там, опять же, основная, какие лицензии, что они делают. Сервер ВМС второй версии можно обновить до четвертой версии. Я про это расскажу в конце. И плагин для Outlook пока еще нет, он в разработке. Ну, Саня сейчас вот прислал как раз-таки ссылку на сайт, где можно поподробнее посмотреть. Про переход, опять же, мы поговорим об этом в конце. Давайте перейдем уже дальше по темам. Я возвращаю презентацию. Собственно, панель модератора. Для проведения видеоконференц-связи можно использовать панель модератора. Она доступна через браузер, доступна по умолчанию организатору конференца, либо у него есть возможность предоставить, ну, во-первых, определенному человеку доступ, там, например, делать субадминистратора. Ну, есть глобальный администратор, который, ну, скажем так, по умолчанию создается, как учетная запись на сервере. Можно делать субадминистратора. Также и во время конференции можно выдавать права администратора и, там, управлять, мьютить абонентов, выключать им видео, выдавать им дополнительные, либо ограничивать права. Можно запретить демонстрацию контента. Можно делать глобальную настройку раскладок. Можно делать индивидуальные раскладки для каждого участника. Можно отправлять людей в комнату ожиданий. Можно включать вотермарки на передаваемом контенте. И по поводу раскладок. Раскладок стало больше по сравнению с предыдущей версией. Там их в общем сложности стало до 21 штуки. Но, к сожалению, свои собственные кастомизированные раскладки делать нельзя. Как, например, в том же Vinteo. Там можно вообще делать раскладку, какую ты хочешь. Здесь же все-таки только пресеты. Максимальное количество отображаемых участников до 49 штук. Например, это раскладки 7 на 7. Но, опять же, по нашему опыту, по крайней мере, в нашей компании мы пользуемся вообще раскладкой 1 плюс 7. Даже когда у нас там пока порядка с 70 человек в конференции проходят. Нам удобно. Там кто-то, кто говорит на момент времени, он появляется на большом экране. И все его слушают. Потом уже там рукой выступает. Картинка переключается на него. Давайте посмотрю еще раз вопросы. Павел спрашивает. Правильно я понял, что клиент не может изменить раскладку транслирующейся сервера самостоятельно, если трансляция в одном потоке. Да, совершенно верно. Так работает AVC стандарт. Как вот у нас в IMS второй версии работает. Вы получаете только один поток видео от сервера и с ним ничего не можете сделать. Вот в SVC у вас там есть кнопка закрепить. И, соответственно, у вас участник закрепляется большим окном. И получается настройка по факту сервера в какой-то степени игнорируется. Например, если у вас там должен выводиться только спитер в данный момент времени в качестве большого основного источника видео. Либо вы можете поменять. Там у вас будет раскладка не один плюс N, а просто у вас будет плитка вся одинакового размера. Дмитрий пишет. Ссылка на документацию не работает. Смотрите, ссылка на AVMS четвертой версии на сайт EOLink требует авторизации. На этом сайте EOLink. Такой нюанс есть. Так что рекомендую вам зарегистрироваться на сайте EOLink.com и проверить работу ссылки повторно. Яржан спрашивает, можно ли применять персональные раскладки пользователей. По-моему, ответил на этот вопрос, что да, можно. Сергей спрашивает, есть ли сравнительная табличка по разнице функционала второй версии от четвертой версии. Она будет в конце. Я там выразил такие основные моменты. Более подробная, пока на текущий момент нет. Сергей, напишите нам запрос. Стараемся что-то сделать с этим. Если, например, так, в презентации она не подойдет. Давайте пойдем дальше. И по поводу записи. Во-первых, запись тоже доступна с разрешением до 4К. Предыдущая версия, VMS второй версии, могла поддерживать только Full HD максимально в записи. Проводим эту встречу. Что является, я думаю, безусловным преимуществом. Вопрос в том, что будут ли реально проводиться конференции в разрешении 4К, потому что там нагрузка как на серверную часть, так и на сетевую часть. Она, как по мне, огромна. Но, опять же, минимум в прописании FTZ это нам, безусловно, помогает. Сами записи, они хранятся на сервере. Собственно, если это в режиме стедалон, то есть у тебя одна физическая машина на весь сервер, ну, соответственно, стоит учитывать размер и емкость дискового пространства в этом случае. Да, что мы же записываем, будем это все туда. Можно просматривать прямо из панели администрирования, либо из своего личного кабинета, если это ваша конференция была записана, вы туда получите доступ. Причем после проведения конференции, и если она была записана вам, автоматически на почту приходит сообщение о том, что вот конференция прошла, вот тебе ссылка на просмотр, ну, и там, дальнейшее скачивание видео. Видео можно делиться, то есть, например, там можно установить, что запись, ссылка на запись будет доступна там 9, 7, 14 дней, либо она будет перманентна, то есть, доступна будет всегда, либо не предоставлять возможность скачивания, защитить ее паролем, ее могут скачать только пользователи, у которых, ну, например, ссылку-то они получили, а пароль не знают, соответственно, качать не смогут. Или, например, запретить скачивание, сделать так, что можно только просматривать записанное видео. Причем, появилась возможность туда, на сам сервер, в раздел запись, загрузить с компьютера какую-то еще одну запись. То есть, не то, чтобы записывал сам сервер, а какую-то стороннюю. Да, там есть требования к объему виза файла и его типу, но, как такой вариант шаринга, системы шаринга, ну, почему бы и нет. Павел спрашивает, ресоцирован только клиент, админка нет? Ресоцирован полностью и админская часть, и программный клиент. И, собственно, я покажу чуть позднее и админскую часть, собственно, как она выглядит, что это такое. Мы практически до нее прошли. Алексей спрашивает, какие гипервизовы поддерживаются для установки. Самые основные, практически ограничений по гипервизору нет. Есть ограничения только по операционной системе, и мы до нее подойдем чуть позднее. Хотел бы еще раз акцентировать внимание на новой вещи, такое, как бронирование переговорных комнат. Раньше этого не было, сейчас оно появилось. Это работает только с помощью и при использовании Ялинковских родных панелей. Называется Ялинк Рум Пэнел и Ялинк Рум Пэнел Плюс. Разница у них только в диагонали. Одна 8 дюймов, вторая 10 дюймов. Можете найти их опять же на нашем сайте. Работают они напрямую, панель питается попоя, в общем, такие основные. И основные моменты, такие как отображение занятости, у них есть лайт-индикаторы, возможность бронирования в данный момент времени, либо в назначенное, точнее, не назначенное, а в какой-то дальнейший момент времени, через час, на следующий день это тоже можно сделать. На самом сервере можно делать поэтажное планирование, то есть разбить их на этажи их переговорной комнаты, по зданиям, чтобы можно было это как-то понимать, где оборудование, в каком месте находится. В том числе, если мы синхронизируем с родным сенсором, то также можно смотреть, и какая там влажность, температура, насколько там сейчас комфортно находиться в данный момент времени. Тут мы закончили, давайте еще раз к вопросам из чата. Алексей спрашивает, какая лицензия нужна для организации SIP-транка и VPS между другими серверами VMS и Vint.io, например. По поводу лицензирования, предлагаю пока этот вопрос опустить, у нас будет лицензия, прямо отдельные слайды, где мы подробно это все разберем, какие лицензии, для чего нужны. Я думаю, там вы услышите ответ на свой вопрос. Павел спрашивает, добавлять кастомные раскладки можно, если поддержка мультитенант. Кастомные раскладки добавлять нельзя, а мультитенант это же, по-моему, что-то связанное с балансировкой. Можете, коллеги, прошу прощения, можете расписать, сейчас нет возможности поискать мультитенант, это вы что имеете в виду? Сейчас и чуть подробнее вернемся. По поводу, пока там пишут, расскажу про терминалы. Хочу напомнить, что не только родные терминалы могут работать, могут, опять же, и сторонние по протоколу CIP-H3.2.3 и свои родные терминалы. Это поддерживает глубокую интеграцию с сервером. По поводу глубокой интеграции еще раз давайте проговорим. Это автоматически загружаемая книга, возможность проведения быстрых конференций непосредственно с самого терминала сделать при глубокой интеграции. Например, при использовании митинга бордов можно на них сразу, без участия предварительно в конференции с компьютера, с приложения Юми отправлять контент. У митинг борда и у DeskVision 24 у них предустановлены специальные такие, знаете, профили, которые позволяют данные терминалы использовать в общении, там, в видеоконференц-связи и можно сразу использовать инструмент совместной работы, такой, как, там, белая доска, аннотации по контенту. Для терминалов серии Митинг Кай это требуется наличие сенсорных панелей. Если у пользователя, ну, там, у заказчика используются терминалы предыдущего, то есть второго поколения, Митинг Кай это терминалы третьего поколения, а терминалы серии BC 200, 500, 800 это терминалы второго поколения, они, к сожалению, будут работать только как, ну, фактически как сторонний терминал по протоколу CIP H323 и, к сожалению, уже не будут иметь вот этих удобных фишечек для участия в видеоконференц-связи. Мне рассказал про ЮМИ для мобильного клиента. Опять же, на нем доступно в том числе не только прием контента, но также можно и демонстрировать контент в конференции. То есть это полноценный участник конференции, так же, как и браузерный программный клиент. Ну, в принципе, там с браузером понятно. Хотел еще раз напомнить, что Ялинк предоставляет не только программную серверную часть, но ниже свои терминалы есть. Причем от малых каких-то индивидуальных переговорных комнат до больших конференц-зал можно организовать. Собственно, вы это видите от 10-го до митинга 800-го. Так вот, давайте в чат вернемся. Возможно, брендирование, изолирование, использование различными группами и организациями. Брендирование можно, я даже вам его покажу, а вот изолирование, использование различными группами или организациями такого, к сожалению, нет. Про способы разворачивания сервера поговорим чуть подробнее позже. У них есть так называемый кластер, где фактически вы в АМС устанавливаете не на одной физической машине или там виртуальной машине, а на нескольких. И мультизон это когда у вас он не в одной серверной эти находятся там условно 10 железок, они территориально распределены. То есть вот такие режимы доступные, про мультитенант к сожалению нет. Никита пишет про самую главную лицензию в два раза дешевле, это я, к сожалению, не очень понял про что. Марат пишет, прослушал, на митинг-борда 24 есть встроенная прошивка для работы с YMS или имеется в виду просто запуск приложения с ПК. У них есть прям профиль, который называется Yumi и также есть YMS. Это два разных профиля. Один YMS это для YMS второй версии, а Yumi это для YMS четвертой версии. Да, тут есть небольшая опутница. Сами митинг-борды и А24 также поддерживают CIP H3.2.3 для того, чтобы можно было как со сторонними серверными решениями использовать или там с родными, вдруг, если так понадобится, да, если вдруг, например, этот профиль не понравился. Ну, как вариант, все равно это можно использовать. А24 митинг-борд работает под операционной системой. Конечно, можно туда установить и андроидовскую версию Yumi, но смысла это особо не имеет скажем так откровенно. Никита спрашивает, персональный терминал 24 точно поддерживает CIP H3.2.3? Да, поддерживает. Мы это проверяли, прошивка уже есть. На официальном сайте Ялинка этого еще нету, но я вас заверяю, это уже проверено, работает, можно смело закладывать в проект. Если кто видел, выпускали мы на сайте на канале Appymatica 8-минутный ролик обзорный про митинг-борд, рассказывая его возможности. Мы такой же сделаем и про 24-й, я думаю, уже до мая он будет выпущен. Кстати, на работу митинг-борда и Description на 24-й можно посмотреть в нашем демонстрационном зале в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске сейчас, и можно попросить оборудование в тест. Так что можно вживую самому это посмотреть. Цены можете узнать, рекомендованные розничные цены на сайте Appymatica.ru, там это все есть, в свободном доступе, пожалуйста, можете ориентироваться на них. Давайте как раз таки поговорим, на чем собственно работает ВМС, какие у него требования к железу. Во-первых, в самом дистрибутиве ВМС нету встроенной операционной системы, для него необходимо ее подготовить, а работает он под операционной системой CentOS 7-й версии, то есть рекомендованные это от 7.5 до 7.9, мы обычно рекомендуем 7.9, и хочу сразу обратить внимание, что CentOS 8 не поддерживается, на CentOS 8 он не установится, ни на других операционных системах, таких как Redos, мы какое-то время назад это пробовали с ВМС второй версии, там точно такие же рекомендации были, не получается, не устанавливается он корректно, в общем, под российскую операционную систему, скорее всего это будет Astra, Linux, серверная, но опять же сроков, к сожалению, нету. По поводу других требований, такие как ядра, дисковое пространство, память, ну это память, это рамка понимается, можете увидеть на слайде, по поводу дискового пространства, хотел сказать, что минимальное это порядка 500 гигабайт, с момента установки сервера он начинает проверять, как вы выделили вот эти вот разделы, можете заметить, здесь они представлены, OPT, VAR, BOOT и так далее, если у вас выделено в каком-то из этих разделов меньше необходимо, то сервер устанавливаться просто не будет, срабатывает защита, и пока не выделите установки и не будет. Хотел обратить внимание, что сервер достаточно много требует оперативной памяти, желательно от 32 и выше, это ему досталось по наследству от MS-2 версии, тот тоже очень много потреблял, но все-таки решение все в одном и, видимо, это все-таки сказывается на его потреблении. И по поводу расчета мощности сервера, я бы, наверное, начал сначала с SVC, это как раз снова стандарта, выяснили, что это под стандарт, или работает в рампе 64-го видеокодека. То есть, например, если мы возьмем за основу вот этот сервер, минимальный, то при наличии всего одной сетевой гигабитной карточки там может быть до 200 SVC участников. Если нам нужно делать больше, то нам надо по факту увеличивать только количество сетевых карточек. Ну, или, скажем так, уменьшать качество видео этих участников, не Full HD, а там HD, но по факту, так как у нас видеопотоки ходят напрямую между участниками, а сервер только просто их перераспределяет, то я думаю, так, что это не поможет сильно уменьшение качества видео. То есть, надо просто увеличивать количество сетевых интерфейсов. А по поводу AEC, то есть, это опять же для терминалов SIP и H323, есть вот такая вот формула с расчетом на 1 Full HD с 30 кадровыми секундами поток. Это количество ядер умноженное на их частоту и умноженное на коэффициент 0.22. И можно посчитать, сколько у вас сервер сможет выделить таких вот участников. Сервер может одновременно с этими двумя стандартами работать, поэтому надо будет аккуратнее подсчитывать его мощность, какая мощность сервера нам нужна под наши задачи. К сожалению, в готовых табличах, что если вот у вас такая-то машина, у нее столько-то ядер, столько-то, такая-то частота процессора, как это было, например, у YMS 2-й версии, к сожалению, нету. Тут необходимо это все рассчитывать. По поводу запись тоже не стоит забывать, она тоже потребляет ресурсы сервера, то есть вам надо не только одновременных участников считать, но также нужно и одновременно записанных конференций тоже считать. И в зависимости от того, с каким разрешением вы будете записывать, будет разное потребление ресурсов, ну, как бы, что логично. Для расчета мощности есть скрипт, но по факту, если мы грубо посчитаем, что одно ядро на одну Full HD запись, это для простоты расчета. Вижу вопрос от Марата. В YMS 4-й версии сохранилось то, что при разворачивании сервера в виртуальной среде требования к ресурсам оперативки процессора выше, чем при установке физический сервер. Да, совершенно верно, ну, это, скажем так, суровая реальность виртуализации, она все равно потребляет дополнительные ресурсы на свою собственную работу, и да, там, виртуализации будут более высокие требования. Давайте перейдем дальше. Вот мы дошли до самого интересного, как мне кажется, это лицензирование. Скажу сразу, как спойлер, лицензирование стало сложнее, нежели была в YMS 2-й версии. Их стало больше, давайте сначала пойдем от простого к сложному, появились лицензии на вебинары. Они продаются пакетами 50, 100, 150, 200, 300 и 500. Хочу обратить внимание, что один вот этот пакет рассчитан на конкретно один вебинар. Условно, нельзя купить, к примеру, лицензию на 100 вебинарных портов и сказать, что вот у меня одновременно будет два вебинара, в каждом по 50 участников. Нет, вам тогда нужно купить два пакета по 50, чтобы это сделать. Их, как бы, как это сказать, сплетировать не получится. Дальше мы здесь видим такую лицензию, которая называется Video License. Она как раз таки необходима при работе с стандартом или с архитектурой, или там с участниками, которые используют стандарт SVC. Давайте еще раз повторим, что этой лицензией и с одним из стандартов могут воспользоваться терминалы MeetingKai серии, MeetingBoard, DeskVision, программные клиенты UMI для компьютеров и для смартфонов, а также WebRTC участники. И рассчитывается так, что это одна лицензия на одно устройство. Это для подключения и участия в конференции. На регистрацию оно никак не влияет. И необходимо первоначально купить минимум 10 таких лицензий. Дальше с шагом в один можно покупать только сколько нам необходимо. Лицензия CIPH323 это лицензия, которая уже активирует возможность использования и VC протокола, да, там, архитектуры. Используется для сторонних терминалов и терминалов E-Link серии VC. Опять же, одна лицензия на один терминал и тоже минимальный пакет от 10 штук и выше. И у нас есть, это еще не все лицензии, которые есть. Есть такая лицензия, которая называется CIP Registration License. Она, можно сказать, самая базовая, при этом не очевидная. Ее название очень смущает, но она сразу выполняет несколько действий. Во-первых, она необходима для регистрации терминалов, использующих протокол SVC. То есть, это для терминалов Meeting.ai, Meeting.board, Discvision и UMI клиентов. То есть, если, например, мы хотим, чтобы у нас терминал Meeting.ai присоединился к конференции, то, во-первых, нам нужно его зарегистрировать, для чего нам нужна лицензия CIP Registration License, а также нам потребуется лицензия Video License, в отличие от сторонних терминалов, для работы которых и для регистрации, и для подключения конференции потребуется только лицензия CIP H323. Там еще дальше у меня будут примеры, там это будет просто понагляднее видно, и также будет видно по цене, собственно, как они стоят и выглядят. Также эта лицензия используется и занимается для совершения аудио-вызовов на сторонние АТС и предоставляет возможность программным клиентам совершать между собой вызовы точка-точка, по факту, по коротким номерам или там по записной книге. Если мы говорим о том, что мы хотим объединить, например, сервер Винтео и сервер ВМС и хотим там гонять видео, то для этого нам понадобится фактически тип H323 лицензия. Ну и столько звонков, сколько мы там будем делать. Понадобится мало, если мы будем конференции объединять, потому что для нас это будет всего один видеовызов. Ну и если это будут терминалы, ну, соответственно, столько терминалов, столько лицензий нужно. Дальше это лицензия Meeting Rooms Management License. Это лицензия для как раз таки активации функции бронирования приговорных комнат, возможности использования room-панелов. Опять же напоминаю, что сторонние сенсорные панели, те же самые Cubic, например, не получится использовать, потому что программный клиент, который установлен на room-panel, он не в свободном доступе. Что этих, что тех лицензий, опять же, напоминаю, от 10 штук, дальше шагом в один можно купить. Лицензия Monitoring позволяет присоединять к конференцию один поток, фактически RTSP поток, то есть это поток с видеонаблюдений, там, камер, либо с какого-то видеорегистратора принимать. Подобное умел и в MS-2 версии, но это не пользовалось популярностью, например, в нашем портфеле есть камеры MallSight, которые задерживают протокол SIP, и камеру можно либо зарегистрировать, номер ее вызвать и просто использовать ее как участник, насколько это потребовано. Как минимум, такая возможность есть. Запись. Тут все просто, одна лицензия на одну конференцию, одновременно записываемую, и опять же, первоначальный пакет от 5 штук, дальше шагом один. Если мы хотим проводить широкщательные трансляции, то для этого необходимо просто купить одну лицензию LifeLicense, она сразу работает на весь сервер, просто активирует данную возможность, и нет ограничений по количеству комнатам или количеству устройств. Также аналогичная ситуация со всеми следующими лицензиями, они именно что активируют эту функцию на всем сервере, такое как 4К на видео и контент, 4К на запись, возможность использования API на сервере, у WMS 4 версии есть API. Раньше она на WMS 2 версии была бесплатна, сейчас появилось, ну, скажем так, это берется за отдельную плату, такая возможность все так же есть. И есть, скажем так, странная немного, как для меня лицензия, это HDL License, которая позволяет из одной Full HD лицензии сделать две HD лицензии для сторонних сербиналов, ну, по факту, это для лицензии SIPH323. Опять же, насколько это востребовано, по мне, сомнительно, но такая возможность есть. Так, давайте я вернусь к чату. Павел пишет, очень много лицензий, отечественная система лицензируется проще, как следствие, получается блоки гибкой эксплуатации. посмотрим, давайте как раз-таки сейчас рассмотрим базовые проекты, там чуть дальше будет. По поводу того, как не запутаться, как раз-таки, вот в результате комментариев Павла, лицензий много, как, чтобы в них не запутаться, есть специальный калькулятор, ну, фактически, такая экселевская табличка, которая помогает узнать, сколько у нас будет программных терминалов, аппаратных терминалов, и какое количество лицензий нам это нужно. Для этого тоже можно написать в IP-матику, либо в отдел преселла, если у вас есть контакты, преселла специалиста, или через менеджера эту табличку можно получить, условно, в свободном доступе, и заполняя файлик, можно узнать, какое количество лицензий, чего тебе необходимо, в том числе и ресурсы, можно узнать. А, лицензии чуть попозже будут, примеры, да, через три слайда я вижу. Давайте рассмотрим по тому, как сервер может работать в сети у заказчика, в частности. Это не все варианты, но, как мне кажется, основные, на них я хотел бы акцентировать внимание. VMS — это программный сервер, который может разработать внутри закрытых сетей на территории заказчика, то есть без доступа в интернет он совершенно спокойно работает, причем, как с одним сетевым интерфейсом, так, например, и с двумя. То есть на VMS можно спокойно в рамках одного этого сетевого интерфейса сделать много IP-адресов. В частности, это как раз-таки может помочь в том случае, во втором как раз-таки, когда нам нужно работать и в локальной сети, и с внешними участниками. Например, это посылать пользователям ссылки на подключение с браузера, если это не сотрудники компании. Если это какой-то сотрудник в командировке, то он может там из дома, например, да, там где-то, или это компания, у которой много филиалов, а сервер находится только в головном офисе, то, опять же, можно в рамках одного сетевого интерфейса тоже сделать. Создается два IP-адреса и оба в локальной сети, то есть они находятся в одном сегменте локальной сети, здесь можете на примере посмотреть, это IP1 и IP2. Только один из них включается, ставится галочка, что он публичный, и необходимо сделать такой же проброс портов, который делается на роботу, из внешнего на локальный IP-адрес. Здесь нет никаких отличий от предыдущей версии в MS-2, а также можно, например, делать два разных физических сетевых интерфейса, один будет смотреть в локальную сеть, второй будет смотреть во внешнюю сеть, как напрямую, конечно, такой не рекомендуем, но можно сделать, либо точно так же через проброс портов, лучше, конечно, сервер защищать роутером, либо какой-то DMZ-зоной, у него есть встроенные средства защиты, и как раз про способы разворачивания. Тоже можно, на самом деле, здесь дискутировать достаточно долго, но по факту хотел выделить два основных режима. Это режим Steadalone, это как раз тот способ, когда у вас сервер разворачивается всего на одной физической машине, подходит для небольших, таких малых, средних проектов, и все упирается в то, что нельзя создать там один большой сервак, он, во-первых, будет условно под вопрос не то, что его стабильности, а если он умрет, умрет все сразу, и в этом случае, ну и он получается очень дорогим, когда он большой, мощный, вот как раз в тех случаях, когда нам нужны средние, большие проекты, то доступен режим Cluster. Cluster может быть в двух видах, когда одна так называемая мастер-нода, это узел, точка, которая обеспечивает именно работу всего основного сервера, а сбор конференций проходит называемую бизнес-ноду. Вот в режиме 1 плюс N получается, что если одна из точек сбора конференции, скажем так, откажет, остальные продолжат работу, и да, уменьшится общая емкость сервера, мощность сервера, но он продолжит жить, но если мастер умрет, то опять же весь сервер умрет. Для этих случаях, если нужно полное резервирование всех узлов, также и мастер, и бизнес-нодов, то тогда подходит режим уже 3 плюс N, 3 мастера и N-ное количество точек бизнеса, то есть сбора конференций. Забегая вперед, наверное, сразу будет вопрос, можно ли использовать режим 2 плюс N, к сожалению, нет, такое возможности нет, то есть надо все равно делать либо 1 плюс N, либо 3 плюс N, и вот режим мультизон, когда этот вот кластер, но просто узлы, вот эти точки, они находятся не в рамках одной физической серверной, а они территориально распределены. Можно подробнее посмотреть, опять же, на сайте e-link, там прям подробно расписано, как это все разворачивается, инструкции, рекомендации, что где должно находиться, но опять же напоминаю, что вы должны быть авторизованы на сайте e-link.com. Павел пишет, в чем отличие N от M, N это точка сбора конференции, а H, но да, это точка для прохождения скилого трафика, ну это, по-моему, связано с DMZ зоной, опять же, лучше вот посмотреть инструкции, там опять же, это вот прям подробно описано с примерами, что где должно находиться. Давайте, времени у нас уже выберлись немножко из графика, но уже на финишной прямой, давайте сравним VMS второй версии от VMS четвертой версии. Ну, хотелось бы обратить внимание на то, что появилась поддержка SVC, улучшилось качество видео до 4К, сразу скажу, что пропала интеграция с кайфу-бизнесом, то есть VMS четвертой версии может быть синтегрирован с календарной системой, например, с Exchange, с Active Directory, с чем он еще может быть, ну там, с телефонными станциями, ну то, что в рамках CIP H323 протокола, ну вот, с кайфу-бизнесом он пропал, нет его. Возможность проведения вебинаров и в рамках видеоконференции в программном клиенте можно делать реакции, можно в рамках SVC, соответственно, закреплять своих собственных участников на экране, в самом программном клиенте в том же числе можно воспользоваться белой доской и аннотациями, ну и как бы через SMTP можно работать с электронной почтой, отправлять ссылки. И вот как раз таки сравнение, то, что было раньше, это вот табличка с VMS 2-й версии и VMS 4-й версии. Например, это сразу забегает вперед розничные цены и компрами, проекты, они, ну скажем так, придуманы мною чисто для того, чтобы сравнить в частности по стоимости. Например, если есть компания на 5 сотрудников, которые подключаются с специальные компьютеры, то есть используют приложение Юни, у нас всего одна конференция, где они это все собираются и ее необходимо записывать, то что мы тогда можем предложить? Если раньше нам надо было предложить всего две лицензии по типу это конкурентная лицензия и package, причем, опять же, раньше тоже было требование, что минимальный пакет это там 10 штук, а дальше выше, то сейчас нам понадобится три лицензии. Во-первых, ввиду того, что мы используем приложение Юми, нам нужно и лицензия CIP регистрации, CIP registration license. Для участия в конференции нам понадобится видеолицензия, ну и собственно лицензия на запись и по факту можете увидеть разницу в цене, что при увеличении самих лицензий стоимость при этом общая самого сервера она уменьшилась с тем, что было раньше. Следующее, давайте увеличим проект. Например, у нас теперь 50 сотрудников, которые точно так же все с Юми подсоединяются, 5 одновременных конференций, которых необходимо записывать, и у нас появляется уже переговорный комната, где установлены терминалы MeetingKai, то есть это терминалы, которые умеют в SVC, то в левой части у нас увеличилось только количество конкретных лицензий, а в правой части, там, где у нас четвертая версия, тоже сами лицензии увеличились, причем, так как у нас терминалы MeetingKai используют тоже SVC протокол, то мы прибавляем 50 плюс 5 переговорных, и у нас становится 55 видеолицензий, 55 CIP Registration License, и уже цена, конечно, не в половину, наверное, процентов там 35, наверное, она уже отличается достаточно серьезно. И давайте поговорим о большом проекте, где у нас большое количество участников, большое количество одновременных конференций, давайте предположим, у нас 200 сотрудников, опять же, с компьютера подсоединяются, 10 конференций одновременно, которые нужно записывать, 25 переговорных, из которых 20 это терминалы MeetingKai, и 5 терминалов, условно, ЦИСК осталось по наследству, например. Хотим проводить вебинары, хотим провесить перед всеми переговорными комнатами рум-панели, чтобы видеть занятость этих переговорных комнат, хотим запись и видео в 4К, и интеграция по API. Опять же, раньше было проще, лицензий было меньше, наверное, здесь не буду сильно оставлять, на самом ВМСе, то, что было раньше, то, что было в прошлом, не будем, но давайте поговорим о примере расчета на 4-й версии. Количество видео лицензий у нас становится 220. Почему 220? Потому что 200 сотрудников с компьютером и 20 терминалов MeetingKai, и самих лицензий SIP Registration License тоже становится 220. Причем здесь я хотел остановить и акцентировать ваше внимание, что SIP Registration License она не только привязана к какой-то конкретной учетной записи, она и к терминалу, к оборудованию тоже. То есть, например, у нас же есть UMI на компьютер, есть UMI на смартфон. И если мы хотим одновременно зарегистрироваться и на компьютере, и на смартфоне, то нам понадобятся две лицензии одновременно. То есть займется две лицензии SIP Registration License. То есть, если такой сценарий предполагать, то можно, опять же, количество SIP Registration License умножать на 2 по факту. Стоимость у них небольшая, можете, опять же, здесь заметить, всего 20 долларов за лицензию. Но давайте пойдем дальше. Количество записанных конференций у нас увеличивается до 10 штук. Терминал для регистрации терминалов здесь вот у меня ошибка, я допустил, надо будет исправить. Количество лицензий SIP H323 у меня неправильное, их должно быть всего 5 штук, потому что у нас всего 5 терминалов CISC. И опять же, у нас один вебинар на 500 участников хотим. одна лицензия, хотим API, пожалуйста, лицензия на API, хотим 4K, пожалуйста, 4K на видеоконтент и запись. И для панели бронирования нам нужно 25 по количеству самих переговорных комнат. Даже в таком случае, опять же, цена выходит заметно ниже с тем, что было ранее. Хотел обратить внимание, что раньше конкурентная лицензия, Concord Call License, была одинакова и для, скажем так, для программных клиентов, для аппаратных клиентов, для сторонних терминалов. Сейчас же эта лицензия по факту разделилась на две. Для терминалов аппаратных и программных Eolink и для сторонних терминалов. С использованием родных терминалов это выходит сильно дешевле. По факту 750 долларов против 1200. но, если мы будем в Eolink митинг сервер четвертой версии, будем использовать чисто со сторонними терминалами, например, Cisco, Oli, то даже будет дороже, потому что лицензия она 1400 против 1200, если мы так округлим. Вот, как раз-таки Никита мои слова сейчас в комментариях как раз-таки подтвердил. Да, мы здесь не учитываем аппаратную часть, если мы захотим на виртуальной машине это сделать, то там тоже эта цена закладывается. Чисто хотел показать, как будут рассчитываться лицензии, сколько они там условно будут стоить в сравнении с тем, что было ранее. Так, что у нас там осталось? Хотел рассказать опять же про тестирование. Можно протестировать на своей стороне, на стороне заказчика, и это будет бесплатно. Мы не все необходимые дистрибутивы, все предоставляем, лицензии, да, мне огромное количество, то есть там 200 лицензий предоставить нельзя, они предоставляются там в количестве 30 дней. Также был вопрос связанный с тем, что можно ли перейти с вами от второй версии на четвертой версии. Нет, нельзя. То есть это, то есть, во-первых, обновиться нельзя, это все-таки два разных сервера, они сильно отличаются, и простым обновлением не обойтись, то есть второй версии придется снести, и установить четвертой версии, с нуля, ну, грубо говоря. И также, то есть это все-таки два разных продукта, и при наличии условно лицензии на VMS второй версии, даже если вы условно переустановите, то нельзя, скажем так, перейти с одного на второе и по лицензиям в том числе. Давайте еще я покажу, как выглядит админская часть, я это обещал сделать. К сожалению, коммент-чат я не буду видеть. Давайте покажу админскую часть. раньше было всего два типа доступа к платформе. Первая это админская часть, вторая фактически отличный кабинет пользователя. Теперь их фактически три. Есть админ, то есть это раздел, который посвящен именно настройкам работы самого сервера. во-первых, вы можете заметить, что есть поддержка русского языка. Это админская часть, где можно посмотреть, сколько человек в сети, терминалов, сколько встреч, нормально ли сервер себя чувствует. И здесь настраиваются сетевые узлы. Например, у меня две сетевые карточки, где делается настройка сетевого трафика. Здесь у меня ничего не настроено. Диагностики можно настраивать, куда отправлять, как сервер будет обзываться, будет работать по HTTP или HTTPS. Почтовый ящик можно настроить для рассылки приглашений. Лицензии проверять. Как раз у нас здесь временные лицензии. Мы запросили у E-Link для того, чтобы посмотреть, как это работает. Раздел посвящен безопасности. Здесь достаточно серьезные настройки, но, опять же, лучше, конечно, дополнительно защищать роутером или дополнительными какими-то средствами. Выключите доступ по SSA, чтобы никто лишний туда не присоединялся. Давайте я переключусь на английский язык. Я, прошу прощения, теряюсь здесь в настройках. Вот. Самый важный раздел настройки сервисов. Здесь это как раз те настройки, включая и выключая сервисы, которые вы будете получать какой-то доступ. Например, если вы хотите звонить по протоколу SIPH323, вызывать каких-то внешних абонентов, вам понадобится сервис SIPH323. Для того, чтобы зарегистрировать, а не только просто звонить по IP-адресу, нужен ли сервис SIPH323 Registration. Настройка простая, практически вам надо просто нажать «Добавить», «Обозвать его», сделать небольшие тонкие настройки, выбрать для каких сетевых интерфейсов самое главное вы будете это использовать. И обратите внимание, опять же, если мы говорим про SIP, то какой порт для регистрации будет использоваться. По умолчанию это 5063, потому что 5060 используется для совершения пер-ту-перезвонков. Собственно, один и тот же порт для низких сервисов использовать нельзя. Для работы с терминалами eolink нужны свои. Опять же, название у них иногда немножко такое, может опять же вызвать недомевание, но хочу сказать, что вот в инструкции по установке, которая доступна на сайте eolink.com, Саня вам ее высылал, там можно найти описание того, какой сервер за что отвечает, что тебе нужно настроить в случае, если ты там это используешь, либо это используешь. Все достаточно подробно. Да, инструкция на английском языке, в отличие от сервера, который русский язык умеет. От себя могу добавить, что есть такой удобный инструмент. Можно, во-первых, захватывать сетевой трафик прямо отсюда и потом с варшарком его раскрыть и проанализировать, если вдруг какие-то проблемы. В том числе можно, например, прямо отсюда вот у меня был какой-то звонок, тут, кстати, левые звонки тут бомбят. Можно отсюда фактически как встроенный функционал варшарка, посмотреть, что, откуда, куда звонит, на каком этапе проблема возникает. Ну, как бы очень удобно, можно не пользоваться варшаркой. Как по мне, когда я это увидел, мне это очень понравилось. Это что касается админской части. Здесь же есть возможность кастомизации. Вот, кстати, спрашивали про кастомизацию. Тут посвящен этому целый раздел. Можно иконки, надписи, фотографии, загружать, смотреть, как это будет выглядеть. Также здесь, это чуть подробнее увидим, там есть кнопка скачать, где можно указать ссылку на приложение. Например, если это будет новый сотрудник, он прям может скачать сразу приложение для участия в конференции. Или сюда обновить ссылку и вставить какую-то свою. Картинки в конференциях, которые будут отображаться, тоже можно. Уведомления по почте можно тоже кастомизировать. Их тут огромное количество, 47 штук всего. Ну, и, наверное, по всем не будем, но вот в основном самое интересное прошлись. И по поводу, скажем так, менеджерской части. Это где создаются сами пользователи, настраиваются конференции. Фактически это, знаете, как учетка модератора конференции. Если человек сам авторизуется под свою личную учетную запись, то он будет видеть только вот эту часть. Скажем, вкладку персональная. Админская часть она не будет доступна. Админская часть только, ну, условно, администратора, как это скажем, платформы персонал менеджмент. Здесь тоже есть дашборд. Можно посмотреть, опять же, кто в сети, сколько у нас лицензия доступна, нагрузку можно посмотреть, добавлять, удалять абонентов, посмотреть, зарегистрирован ли он, с какого программного клиента он зарегистрирован. Ну, например, я вот зарегистрирован в СИУМе, вот такой-то IP-адресу, например. Настройка актив-директори, возможность отображения. Как раз-таки здесь вот мы тестировали, проверяли, специально есть учетки, которые посвящены для, в тот момент, когда мы хотим использовать и терминал, и учетку для, вообще не учетку, а для Room Panel, то есть для панели бронирования. Записанные файлы, собственно, тоже находятся, вот, например, у меня была конференция, я могу нажать кнопку Share, выбрать, насколько это будет храниться, да, какому-то участнику выбрать из записной книги, включить-выключить пароль, могу скачать, могу посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, в этом плане здесь очень удобно. Если были какие-то, там, документы совместной работы, например, там, белая доска, либо скриншоты сохранены, они будут сохраняться в отдельной папке. Вот, также у вас здесь есть кнопка «Загрузить». Выполняя эти требования, можно загрузить свое собственное какое-то видео и дальше его расшарить. То еще можно показать. И есть глобальные настройки. В принципе, кто тестировал, например, геолинковское облачное решение для проведения видеоконференц-связи, то вы увидите, что здесь, ну, очень все похоже, практически точно такой же интерфейс. Да, по факту он один в один. Такое, это совмещенное, там, облачное решение с локальным сервером. Ну, опять же, статистика с графиками очень красивая. Давайте я вернусь и посмотрю, какие у вас есть вопросы. Алексей Яценко. Лицензия Video License позволяет подключать сторонние клиенты, например, внешний участник подключается с телефона, на котором внешний клиент, или PC с внешним клиентом, либо телефон с браузера подключается через WebRTC. Лицензия Video License необходима для подключения терминала, не терминала, участника, который использует SVC. Опять же, WebRTC участника зарегистрировать нельзя, то есть он просто подключается, поэтому, да, будет заниматься, если это WebRTC или приложение Юми. Но Юми приложение необходимо зарегистрировать. Сергей, есть ли возможность интеграции с SMS-экченча? Отправлять ссылку? Да, это возможно. Никита пишет, как долго мы еще сможем покупать в SMS-второй версии, сколько еще будет поддерживаться данный продукт техподдержка обновления багфикса. Сейчас в SMS-второй версии купить нельзя, если вы уже пользуетесь в SMS-второй версии, то, например, докупить лицензии такое еще можно. Лицензии на VMS-второй и четвертой версии сами по себе они бессрочны, то есть даже если VMS-второй прекратил свою поддержку, он работать все равно продолжает. техподдержку оказываем мы как компания IP-матик, так и производитель, но в качестве своего развития или в SMS-второй версии уже не развивается, критичные багфиксы, конечно, будут исправляться в рамках работы технической поддержки. Для этого нужен активный сервисный контракт AMS, чтобы плавил веб-ап, по какому протоколу работает, я вроде ответил и в комментариях ответили. Без установки веб-ап из браузера можно подключиться к конференции. Я не очень понял вопроса. В EMR переименовали в Cloud Meeting Room? Да, переименовали в Cloud Meeting Room, но, например, в программном клиенте мы ее так и перевели в виртуальные переговорные комнаты. Если на английском языке смотреть это Cloud, то в программном клиенте, чтобы не путаться, мы специально перевели это как виртуальные переговорные комнаты для простоты как раз-таки обычным рядовым участникам. Если админская часть еще ладно, это можно, то для программного клиента мы... есть ли возможность показывать какую-то картинку вместо абонента с отключенной камерой? Вместо абонента с отключенной камерой хороший вопрос, пока не готов ответить. Лагин для Outlook Саня здесь комментировал, что он есть. К сожалению, у меня его нету. Я думаю, Саня при необходимости мы его получим от них и сможем вам его предоставить. Вадим, а если проекты были зарегистрированы ради на VMS2, и сейчас заказчик хочет купить, необходимо предлагать только VMS4? По факту да, либо вы можете об этом обговорить с менеджером, с нашим и продукт-менеджером опять же нашим и с Ялинком такую, скажем так, организовать встречу. Если заказчик готов купить VMS2-версию, Ялинк может дать добро на покупку VMS2-версии, но это надо обговариваться и обсуждать. WebApp это же приложение для браузера, если нет, то не очень понял, что это. WebApp это просто встроенная поддержка протокола WebRTC самим браузером, например, Google Chrome, Яндекс.Браузер, имеет встроенную эту поддержку, вам не нужно никакое расширение специально устанавливать для его работы, просто нажали подсоединиться, дали доступ к микрофону и просто продолжили работать. Точно так же, как, например, зазревая, вы сейчас подключились к вебинару просто по ссылке и ничего не устанавливали. Вам, конечно, ошибаться, но по крайней мере я-то так обещаю. По поводу рассылки, спрашивали, например, можно нажать Invite и приглашать участников модераторам из записной книги в комнаты. Мониторинг нас не очень интересует, например, как пригласить какого-то стороннего участника. Можно, например, вызвать по IP-адресу, просто выбрали SIP, написали сюда 168, 168, 168, нажали кнопку позвонить и сервер будет вызванивать этого абонента. Если будет локальная IP-адресу, то по локальному сетевому интерфейсу, если внешний, то по внешнему. Если нужно по почте, нас желали по почту, видим текст, который формируется. Если у вас для этой комнаты была включена поддержка SIP и H323, то вы здесь увидите способы подключения к ним, ну или, например, ссылка для соединения с браузера. Вот как это будет выглядеть. Я не хочу открывать, не хочу пересоединиться с помощью буду разрешать, но давайте напишу Юра. Юра. Ну, собственно, вот я подсоединился и, в принципе, я полноценный участник этой конференции. Могу менять как раз-таки раскладки, которые недоступны. И отсюда я как раз-таки могу, например, нажимая кнопку Download, я могу скачать себе, если у меня Windows, macOS, отсканировать, если у меня Android, iOS, пожалуйста, и получить программный клиент. Так, коллеги, надеюсь, ответил на вопросы. Я хочу поблагодарить вас за выделенное время, приведенное со мной. Если есть вопросы, я еще пять минут подожду, отвечу на них. Павел, это как раз-таки по поводу того, что абонент не может менять раскладки в сравнении SVC и AVC абонентов. Опять же, напоминаю, что приложения UMI, браузер, это те устройства, которые работают по SVC. Они, соответственно, могут это делать. Пользователи со сторонними терминалами, с CISC, с поля, они не могут это сделать и не смогут. И как раз-таки предыдущая версия VMS, вторая, про которую тоже мы сегодня говорили, тоже это неумело. Обращайтесь, если хотите протестировать сами, если есть потребность проведения видеоконференц-связи у заказчика, если приходят вам такие проекты, смело обращайтесь к нам, расскажем, покажем. Надеюсь, для вас это было полезно, ну и увидимся, наверное, на просторах Ютуба в следующий раз. Влад, а происходит ли перекодирование видеопотока, скажем, с 720 на Full HD, если VMR стоит 1080, клиент на 720? Нет, сервер видит, договаривается с каждым участником индивидуально, то есть если у тебя на VMR, условно, в конференции настроено, что максимальное качество Full HD, а конечный участник его не тащит, условно, да, там компьютер не справляется или канал слабенький, то он будет конкретно с сервером общаться с тем качеством, который максимально может, ну остальные участники, ну получается каждый со своим, если кто может с хорошим качеством, будет с хорошим качеством, кто с плохим, тот с плохим. Не будет такого, что один подсоединился с плохим участником, с плохим качеством и сразу всех уронил до своего плохого. Коллеги, спасибо вам, хорошего вам рабочего дня и успехов. Спасибо. Спасибо.